У вас полигоны же, да? Да, у нас три полигона. Но мы обычно в Старловке всегда катаем всех журналистов и там представляем свою же машину. На скорости катаете? Ну, нормально. Ребята подные, наверное, выходят потом, нет? Под впечатлением. Пишем, да? Гарат, еще раз поздравляю с победой. Насколько она неожиданная для вас была или наоборот ожидаемая? Ну, мы очень хотели победить, естественно. Мы ехали именно бороться за самую верхнюю ступень. Да, она получилась такой неожиданной, но мы к этому шли. Этого хотели, этого добивались. Поэтому у нас, в принципе, все так и хорошо получилось. Мы не теряли время на спецучастках. Этот Дакар был очень знаменателен тем, что он задал с самого старта высокий темп. Очень скоростные спецучастки. И здесь было важно, самое важное было не терять время на спецучастках, так как отыграть потом это было очень сложно. Даже замена колеса, элементарной, потери 10 минут. Дальше на таких скоростных допах отыгрывается очень тяжело. Поэтому мы изначально поставили задачу ехать стабильно, ровно, не теряя времени на спецучастках. У нас, в принципе, это получилось хорошо. Мы не минуты не потеряли по технике, мы не заменили ни одного колеса, по навигации у нас практически не было проблем, поэтому и результат в итоге получился хороший. Как строится командная тактика? Вот 4 машины, 3 боевые, одна техническая. Как вы строите между собой взаимоотношения? Ну, первые 3 грузовика, это Николаев, Коргинов и мой грузовик ехали сразу на результат, то есть мы ехали в своем максимальном темпе, сразу боролись за верхние позиции. Дима Сотников уже ехал немного с запасом, у него была главная задача это быть максимально близко к нам и в случае необходимости уже помогать нам. Он справился на все 100%, на отлично со своей задачей, он был максимально близок. ни одна боевая техничка не едет так быстро, как наша. Он в первой пятерке, он занял пятую позицию, это очень высокий результат и я считаю, что для него это реально он свою задачу выполнил на отлично. Вот вы сказали много скоростных участков на трассе, но это совсем не значит, что они простые по рельефу? Ну да, естественно, скоростные, это просто средняя скорость очень высока. Это те же извилистые дорожки, очень много поворотов, которые не прописаны в легенде, это в принципе специально и делается и всю трассу невозможно прописать 400 км каждый поворот, поэтому она, если скоростная, это не значит, что прямик стол, по которому несешься, ты бездорожья очень много, просто средняя скорость очень высокая, поэтому этот Дакар именно этими знаменателями, что средняя скорость примерно на некоторых спецучастках достигала 120 км в час при максимальной 140 км, то есть это практически постоянно висели на максималке в течение 400 км, и действительно было непросто, там, малейшее отпускание газа сразу на тебя накатывали твои соперники, которые где-то не испугались, где-то меньше перестраховались, поэтому было важно держать темп на протяжении всего спецучастка. На кого в первую очередь приходилось оглядываться из соперников? Ну, наши главные соперники это, естественно, команда Дероя, это сам Дерои, Ханс Стейси, очень быстрые пилоты и ехали они в этом году оба на Капотников. Очень мы ждали, что на бездорожье будут они сильную конкуренцию нам составить, но Дерои потерял уже в начале гонки очень много времени, Стейси тоже в течение гонки терял времени, ехал не очень стабильно, поэтому когда он доставил такое тяжелое бездорожье, мы думали, что они начнут пытаться отыгрывать, но у них не получилось, мы наоборот на бездорожье от них уезжали, объезжали их и в принципе того, что ожидали не случилось. То есть они ехали очень быстро скоростные спецучастки, когда было извилисто, рулежка, как классическое ралли, Стейси особенно, он просто, это его конек, он в классическом ралли очень много провел времени, поэтому все извилистые трассы, это его, мы сразу понимали, что здесь с ним бороться очень тяжело, и нам нужно, важно было именно на тяжелом бездорожье, в песках, сделать задел, чтобы вот именно на этих скоростных не рисковать излишне, чтобы там не бороться с ним. он там, да, привозил минуту-полторы, но большего не получалось. Также МАН вся команда очень сильная, Ван Влип тот же самый, который очень сильно едет, опять-таки, всю извилистую, когда более-менее ровно, извилистая, это все, это его тоже трасса, он тоже очень быстро, Ла Прайс он едет везде хорошо, он в этом году выбрал такую тактику тоже выжидающий, как его знаменитый дядя всю жизнь ездил, он всегда ждал, он ехал и ждал, когда кто-нибудь из соперников сломается, сольет время, он побеждал всегда тактикой. Здесь Алис Ла Прайс тоже выбрал такую тактику, он ехал стабильно, ровно, да, он потерял время там, застрял в песках, менял колеса, но в остальном, в принципе, у него все получилось хорошо, он и лучший из не КамАЗов, то есть он занял четвертую позицию, но мы старались делать все, чтобы не подпустить его близко. Ну а что касается братьев по содружеству, это белорусы, скажем, и казахстанцы. Ну, белорусы, да, МАЗы очень сильно нас удивили, порадовали, хорошие результаты показывали на спецчаст, да, у них были проблемы с техникой, к сожалению, там ломались, потеряли очень много времени, за Визович очень обидно, да, у него были очень хорошие результаты, были очень хорошие шансы попасть даже в первую пятерку, но не позволила где-то техника, где-то, может, недостаточный опыт, но мы видим, как они прогрессируют, они реально шагают, там, большими шагами, если в прошлом году они там себя искали в протоколах, там, во второй, ну, в двадцатке, где-то, в тридцатке, сейчас они едут в первой десятке, то есть, очень хороший прогресс, и я думаю, что в ближайший год-два они уже будут реально конкурировать уже и с нами, и с главными соперниками. Впервые за десять лет в трассу Дакара была включена так называемая марафонская гонка без механиков, как вам понравились эти два дня? Ну, не совсем за десять лет, последний раз этот опыт был в 2009 году в Аргентине, это был марафонский спецучасток тогда, его застали Эдик Николаев и я, мы были там механиками в боевых экипажах, вот, после этого это не использовалось нигде, и вот в этом году решили организаторы вспомнить, внести это в Дакар, это действительно усложняет гонку, это, в этот день нужно очень аккуратно, стабильно ехать, так как нужно понимать, что, приехав на финиш, у тебя нету ни технички, ни людей, только ты, и те запчасти, которые есть с собой, у нас это получилось очень хорошо, даже из запасных колес мы заменили на 4 маршру 2 колеса, и то просто перестраховались, в принципе, можно было и доехать на тех шинах, но решили раз сесть колеса, что, почему бы их не поменять, не имели мы особых сильных проблем, просто осмотр и вовремя, так сказать, легли спать, и вот этот спецчасток именно этим был важен, чтобы не привести работу на бивак, так как нужно хорошо выспаться, подготовиться, если всю ночь пахать, то на следующий день естественно спецучасток это будет все, сольешь все время и будешь ехать чисто надоест. Но вам понравилось вообще? Да, но мы очень довольны этим марафонским этапом, действительно принес такую изюминку в Дакар, и думаю, что в последующие годы организаторы будут такое делать, причем был у нас бивак отдельно от всех, от мотоциклистов, от джипов, то есть кроме грузовиков боевых никого не было на биваке, закрытые территории, даже так либо совпало, либо специально сделали, даже телефоны, сотовый телефон ни у кого не ловили, то есть в этой зоне работали только спутниковые телефоны, мы только по спутнику смогли сообщить, что мы финишировали все, вчетвером находимся на биваке, это тоже сложность своя, любая помощь от стороны, это сразу пенализация, сразу снятие с гонки, то есть тут организаторы, конечно, очень сильно за этим следили, были и организаторы по периметру выставлены, ограждения везде, за всем следили, чтобы не было каких-либо там нарушений. Руководитель команды Владимир Чагин, который сам семикратный чемпион Дакара, он рассказывал, что на каждый маршрут команда обязательно берет большой казан, чтобы готовить бешбармак, в этом году так же было? Ну да, у нас с нами уже несколько лет ездит наш повар, который готовит каждый день, не только по праздникам, мы привыкли к своей нормальной пище, пищи, которую предлагает организатор, не совсем нам свойственная, естественно, наши руководители пытаются максимально приблизить нам, улучшить нам условия, так сказать, и мы всегда с собой возим повара, который готовит именно привычную для нас пищу. А вообще какова диета гонщиков во время такого марафона, сверхмарафона? Ну, диета получается сама собой, так как практически никто не завтракает с утра, потому что у нас с утра старт, и позавтракавшись стартовать очень тяжело, а потом не просто ехать, это пока пищи... То есть глаза закрываются или что-то? Ну, не глаза закрываются, а этот завтрак пока усвоится, да, этот завтрак еще несколько раз ешь потом по дороге, и поэтому практически никто не завтракает, обед мы просто едем, мы едим практически один раз в день, поэтому диета сама собой получается, тут каких-то особенных запретов, каких-то там ограничений нету, нужно хорошо питаться, чтобы были силы, чтобы хорошо ехать. то есть после заката солнца получается у вас одна етапа? Практически да, у нас получается ужин часов 8-9 вечера, то есть это один прием пищи. Ну, а воды сколько выпиваете за гонку, за один этап? Ну, воды, в принципе, практически всегда выпиваем все термоса, у пилота два термоса, у штурмана механика по одному термосу. Литровые или скольки? Они по... или трехлитровые? Нет, по два, по два с половиной литра, то есть, в принципе, практически выпивает. Ну, этот Дакар был не таким жарким, как обычно. В Чили было просто прохладно, там не так много воды пилось. В Аргентине, да, была жара, но все равно не было так, потому что был очень высокий темп и некогда просто было ни воды попить, ни ничего сделать. То есть, этим, изюминка этого Дакара именно была в этом, то, что он был очень скоростной и некогда было вообще нафликаться на какие-то вещи. Даже элементарно воды попить времени не было. Вернемся немножко к началу. Как вы стали вообще гонщиком, пилотом? Пилотом? Я начал с картинга. Меня 9 лет привел на картодром в набережную Челнок мой отец. Я начал заниматься картингом, занимался довольно-таки долго, даже когда уже работал в команде, я продолжал заниматься картингом. И сейчас, когда получается, мы выезжаем на какие-то зимние гонки картинговые, чисто для души, чтобы не забывать. В 19 лет я пришел в команду, сначала начинал просто механиком, подметали, как все, в принципе, мы и начинали, все пилоты, начинали с метлы, подметали полы, а потом уже нам доверяли какие-то более серьезные задачи. и в 20 лет я сел первый раз за руль, проехал этап чемпионата России и вот началось как раз с этапов чемпионата России, мы съездили на этап Кубка Мира в Эмиратах, ездили механиками на Дакар и так потихоньку-потихоньку стали уже основными пилотами команды. Насколько важно для пилота знать устройство всего автомобиля? Ну, это вообще самое важное, то есть пилот должен знать все, как устроен автомобиль у нас, этим мы и славимся, то, что пилоты во время вне гонок мы являемся такими же механиками, мы собираем наши грузовики, мы их разрабатываем, там, советуем, если ходим на все совещания, которые проводятся в команде и знаем устройство грузовика, там, от начала до конца. Это очень важно, так как в поле ты, не дай бог, ломаешься, кроме тебя там никого нет, никто тебе не приедет помочь. И мы наблюдали очень много таких случаев, когда даже в очень таких именитых командах при малейшей поломке просто пилот и штурм не знают, что делать, потому что они просто элементарно не знают устройство автомобиля. Это, естественно, сразу вредит результату, потери огромного количества времени из-за мелочи. у нас такой непозволительный. Мы должны знать свой грузовик от начала до конца. Насколько спортивные команды, наверное, такие вопросы всегда задают, отличаются от серийного вообще? Это совершенно две разные машины или все-таки есть какое-то количество запчастей, которые и в серию идут? Ну, естественно, мы используем максимальное количество серийных запчастей, но спортивный грузовик это специально подготовленный автомобиль для райрейдов. Это все команды, никто из наших конкурентов, никто из команды не берет с конвейера машину и не едет на ней на Дакар. Все готовят их специально, подвеска, трансмиссия, моторы, то есть все это подготовлено специально для Дакара. Мы, в свою очередь, максимально стараемся использовать серийные детали российского производства, когда уже не находим аналогов серийного производства, ищем какие-то зарубежные, но которые используются именно у нас в серии на КАМАЗе. То есть с трансмиссией связано это ZF, у нас есть производство ZF в КАМА, то есть в набережных челнах и те же коробки, раздатки делаются у нас практически под боком, поэтому мы их считаем практически своими. И естественно всегда приоритет ставим на то, чтобы были производители именно нашей страны. про бензин вернее там у вас солярка же со своей ездите или все-таки предоставляют организаторы топливо? По требованиям должны все грузовики заправляться на общественных заправках, нельзя возить с собой топливо, то есть должны иметь возможность заправиться на обычной заправке, то есть практически все участники и в джипах, и в грузовиках заправляются на обычных заправках, не возя топливо с собой. То есть абсолютно равные условия должны быть? Да, естественно. Помогает ли вот вашей победы в Южной Америке, по-моему, во всех гонках, как переехала она из Африки туда, одержали победы? Нет, в 2012 меня одержали. А, в 2012, да, да. Помогают ли они продвижению марки в том регионе? Ну, естественно, помогают, то есть мы несем на своих бортах знамя КамАЗа и, естественно, узнаваемость бренда очень сильно повысилась с тех пор, как мы начали ездить в Южной Америке. Это отмечает генеральный наш директор. Весь пиар-отдел так сказать КамАЗа видит, что это действительно очень сильно помогает и, естественно, они стараются максимально нас поддерживать в этом деле. А на тех дорогах встречаются КамАЗы? Встречаются, да, серийных грузовиков КамАЗ действительно в Южной Америке достаточно много. Они вернулись после большого периода отсутствия на этом рынке. и поэтому сейчас уже мы видим на дорогах общего пользования наши отечественные КамАЗы. Чем будете заниматься во время отпуска, если он, конечно, будет? Ну, у нас как такового отпуска нету. У нас сейчас сразу же после финиша гонки начинается подготовка к следующему Дакару 2016. Сейчас вернувшись домой начнутся совещания. Мы будем ждать наши автомобили, которые вернутся с Аргентины. Будем их полностью разбирать, осматривать, улучшать, модернизировать. Будем смотреть в чем еще можно там. Нельзя стоять на месте. То есть наши главные соперники они пытаются постоянно что-то улучшить, что-то сделать, чтобы опередить нас. Нам уже в свою очередь нужно тоже что-то делать, чтобы эти же конкуренты нас не догнали, чтобы у нас было всегда что-то лучшее и мы могли с ними конкурировать. В обычной жизни каким автомобилем пользуетесь? В обычной жизни у меня автомобиль BMW. Езжу на BMW 5 серии. Мне нравится себя, с детства нравилась эта марка и предпочитаю этот автомобиль. жители города узнают вас на улицах? Ну, после соревнований, когда мы возвращаемся домой, да, очень большой ажиотаж и в СМИ, да, бывает, что узнают и на улицах, и в магазинах, и где-то это очень приятно, всегда приятно слышать поздравления, очень много болельщиков в городе, вне города, поэтому узнают именно после соревнований. Своего сына тоже за руль посадите? Если он захочет, то, конечно, посажу. Буду делать все возможное и невозможное, чтобы сделать ему хорошую карьеру. Главное, чтобы было у него желание. Спасибо, удачи вам. Спасибо.